Приветствую всех тех, кто поддерживает канал Home Studio Rus лайками, комментариями, продвижением видео, подпиской на канал. Большой вам респект! А также приветствую тебя, случайно зашедший гость, качавший DAF или плагин с торрента, считающий, что это самое лучшее. На ворованной скрипке свой шеневр не сыграешь. Недавно я прочитал комментарий, таких немного, где люди жалуются, что нет того, нет этого. И вот, наконец-то мы добрались до этой темы. Я уж думал, предыдущих видео хватило, но нет. Давайте посмотрим, умеет ли это DAF менять темп лупов и как можно с ними работать. Я не люблю эту музыку из конструкторов, я пишу все руками, но тем не менее я знаю, что это есть. Я знаю, как это работает. Покажу вам, а вы уже используйте это, как хотите. Итак, давайте для начала загрузим сюда какой-нибудь луп и посмотрим, что мы с ним можем сделать. А потом попробуем что-то написать. Прошу вас обратить внимание, что сыграло не очень ровно. Ну, это же, дескать, зато живое. Это ж прям лайф. Итак, давайте поменяем темп нашего проекта. Теперь мы видим, что данные не совпадают с сеткой. Послушаем с метрономом. Ну, кто слышит, тот понимает, да, что все происходит, как будто кто в лес, кто под рова. Первый вариант мы можем зайти сюда, выбрать вот этот алгоритм и сделать вот так. Послушаем теперь. Здорово, все работает, да, легко и просто. Мы можем, конечно, заняться транспонированием. Потом мы можем перейти сюда и сохранить этот файл со всеми его изменениями, которые мы внесли. И у нас получится свой сэмпл со своей какой-то нотой и со своим темпом. Теперь давайте попробуем другой вариант. Теперь перейдем в Audio Snap. Здесь выбираем клипы, включаем, повидеть, транзиенты. Давайте сделаем темп проекта 130, допустим. И вот у нас опять, кто в лес, кто под рова. Переходим сюда и выбираем по темпу проекта. Слушаем. И все опять замечательно. У нас есть тут еще подсказки всякие. Мы можем выбирать еще и здесь всякие подборки. Ну, я этим редко пользуюсь. Я в основном меняю темп вот так. Полазив в этой библиотеке, не нашел ничего интересного. Загружу сюда сэмпл. Сделаем звук на звук. В метрономии выберем отчет один такт перед записью. Выровним то, что мы сыграли. Давайте этот MIDI-файл тоже переведем в сэмпл. Новая дорожка. Номер 5. Вот он наш сэмпл. Сэмпл. Можем его размножить. И даже можем его склеить. И вообще перетащить на отдельный трек. Матрицу вообще можем даже удалить. Вот что у нас получилось. И вот с этого момента давайте запишем какую-нибудь бочку. Выделим все и выровняем. Отлично. Давайте сюда еще запишем какой-нибудь пат. Ну и как же здесь без сайдчейна, скажете вы? Давайте устроим здесь сайдчейн. Зайдем сюда. Включаем вот эту функцию. А теперь идем в канал там, где у нас бочка. Идем в посыл. И вот он, пожалуйста, наш компрессор. Делаем на него посыл. Так что в этой программе можно сделать все, что угодно. Все, что вам придет в голову, как и в любой другой программе. Но эта программа абсолютно бесплатная. Ее не надо воровать на торренте. Всем отличного сауда и до скорых видео на канале Home Studio Rus.